Как вы думаете, какой товар является самым продаваемым в мире? Может быть это золото? Или может это кофе? Ведь почти все в мире начинают свое утро с чашечки кофе. А может быть это табак? Ведь 22% всего населения мира курят. На самом деле нет. Самым продаваемым товаром в мире является сырая нефть. Из нефти получают пластмассы, синтетические волокна, топливо и еще много и много другого. А теперь посмотрите на эту таблицу. Она отображает рейтинг стран по размеру доказанных запасов нефти. Как видно, США располагается на 8 месте с месторождениями объемом более 52 миллиардов баррелей. Дальше идет Россия, 5 стран Ближнего Востока и, наконец, Венесуэла. Согласно данным ОПЕК, в Венесуэле находятся месторождения, содержащие около 20% всех мировых запасов нефти. Но как же так вышло, что в стране с самым большим объемом черного золота 90% жителей живет за чертой бедности? Прирост ВВП в последние года имеет отрицательные значения и в 2020 году достиг рекордных минус 30%. Около 15% жителей уехало из страны, а размер инфляции выражается семизначным числом. Именно в этом мы сегодня и разберемся. Венесуэла Венесуэла – это страна в северной части Южной Америки с площадью в 916 тысяч квадратных километров. Занимает шестое место по площади на континенте. Впервые территории современной Венесуэлы были открыты в 1498 году испанской экспедиции во главе Солонса де Ахеда. Само же название Венесуэла, согласно одной из теорий, происходит от итальянского Венезиола – Маленькая Венеция. Именно такое название маленькому поселению на сваях дал штурман Америка Веспуччи. В честь последнего, кстати, назвали всю западную часть света. В дальнейшем началась колонизация новых территорий. Основываются новые города. Колониальная экономика 16-17 веков была сосредоточена на добыче золота и животноводстве. К концу 18 века растет недовольство венесуэльцев пренебрежением Испании делами колонии, что выливается в итоге в Венесуэльскую войну за независимость, которая заканчивается тем, что 5 июля 1811 года Венесуэла становится независимой страной. Однако, хоть обретение независимости и является знаковой и важной датой для государства, по-настоящему переломным днем во всей истории Венесуэлы можно назвать 31 июля 1914 года. Именно в этот день в озере Маракаева была обнаружена нефть. Уже в 20-е годы 20 века из-за удобного географического положения Венесуэла становится бензоколонкой США. В 1920 году доля нефти и нефтепродуктов в экспорте Венесуэлы составляла лишь 1,5%. К 1925 она выросла до 41,6%, а к 1935 году до 91,6%. Второй половине 20 века страны Латинской Америки охватывают кризисы, и на фоне этих кризисов Венесуэла, казалось бы, стала витриной демократической стабильности в Латинской Америке. Заметно вырастает уровень жизни в стране, а уровень социального неравенства напротив снижается. В это же время правительство Венесуэлы продолжает контролировать основную часть доходов от экспорта нефти. В 70-х доля контролируемого нефтяного экспорта составляет 78%, против 52% в 1957 году. Это позволяет правительству увеличить свои доходы почти в полтора раза. Но оборотной стороной подобного развития событий стало снижение добычи. Венесуэла добывала только 4,4% нефти в мире, занимая лишь пятое место среди стран-производителей. По сравнению с 14,4% в 1950 году. Из-за того, что большие деньги уходили в карман государству, нефтяные компании не стремились инвестировать в производство. А разработок новых месторождений в стране почти не велось. Казалось, что на горизонте для Венесуэлы маячит экономический кризис. И кризис грянул, однако это был совсем другой кризис. Речь идет о нефтяном кризисе 1973 года, вызванном конфликтом между США и арабскими странами-производителями нефти на фоне войны судного дня. А теперь вспомните таблицу, которую мы показывали в самом начале. 5 стран из десятки отказались поставлять нефть США и союзникам. Россия, а в то время СССР, хоть и нарастила экспорт нефти на фоне кризиса, но все равно не до очень больших масштабов. Так и получилось, что для западного мира предложение нефти резко сократилось при неизменном спросе, что неизбежно повлияло на мировые цены на нефть. Произошел резкий скачок цен на нефть с 3 до 12 долларов за баррель, что было только на руку Венесуэле, стране, почти все доходы которой зависят от нефти. В этот период Венесуэла получила в полтора раза больше доходов, чем за все предшествующие 66 лет вместе взятые. Резко возросли практически все ее мыслимые экономические показатели. Правительство использовало все вырученные средства на долгосрочные инвестиции в энергоемкие отрасли индустрии, способные заместить импорт и быть конкурентоспособными на международных рынках. Но по мере того, как цены на нефть стабилизировались, стало ясно, что гигантские инвестиционные проекты потребуют значительно больше средств, нежели изначально планировалось. Попросту говоря, огромные средства, вырученные от продажи нефти, оказались вложены в долгострой, цена которого в разы превосходила возможности государства, что повлекло и бурный рост инфляции. Правительство, начиная с 1975 года, вынуждено было наращивать объем внешнего долга. В 1979 году, после революции в Иране, мир сталкивается с новым нефтяным кризисом. Цены на нефть вскоре перевалили отметку в 30 долларов за баррель. Вновь на фоне повышения доходов страны резко увеличились государственные расходы, при том, что стране остро не хватало средств на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов. Внешний долг за 5 лет вырос почти в 3 раза, с 8,6 миллиардов долларов до 23,7 миллиардов. При этом, после резкого скачка цен всегда происходит их коррекция. Пытаясь предотвратить экономический спад, правительство пустило на текущие расходы все инвестиционные резервы нефтяных компаний, тем самым принеся долгосрочные программы развития в жертву с юмином ненужде. Результатом стал массовый отток капитала из страны. В 80-е годы в стране продолжался экономический спад. Реальные доходы едва превышали уровень до начала нефтяного бума. Валютные резервы страны были наполовину опустошены. Бюджетный дефицит вырос втрое за последние 3 года. Рост инфляции привел к дефициту товаров первой необходимости. Правительство принялось реализовывать экономические реформы, которые на начальном этапе принесли Венесуэле рост безработицы и снижение реальных доходов населения. Но по прошествии времени реформы начали приносить успехи. В 1990 году экономический рост составил 7,4%, а в 91-м он достиг 10,4%, что было одним из наивысших показателей во всем мире. Но недовольство в обществе уже достигло своего пика. 4 февраля 1992 года группа армейских офицеров вывела танки на улицы Каракаса и Маракайба и попыталась свергнуть правительство. Лидером мятежников выступал подполковник Уга Чавес. Попытка Путча потерпела неудачу из-за слабой координации действия мятежников. Правительство в тот же день подавило мятеж, а Чавес и другие путчисты были арестованы. Однако провал Путча послужил своего рода раскруткой и самих мятежников, и их идей, к тому же усилив политизацию армии. В последующие года ситуация не изменяется в лучшую сторону, а новый президент, пришедший к власти, амнистирует участников Путча. И в частности Уга Чавеса. И вот, на состоявшихся в ноябре 1998 года парламентских выборах, коалиция Уга Чавеса одерживает победу. Чавес обещал привести страну к торжеству социализма, однако его идеи обернулись массовым обнищанием населения. Идеология демократического социализма, по мнению Чавеса, включала в себя борьбу против глобального засилия США и американских корпораций. Благодаря политике Чавеса, венесуэльская госкорпорация PDVSA подчиняет себе большую часть нефтяных доходов. Доходы от добычи нефти идут на поддержку беднейших слоев населения. Начинается ликвидация безграмотности. Однако в то же время деньги никогда не вкладывались в строительство экономики или перспективную науку и технику. Большая часть стекла в потребительские товары, часто к сторонникам президента. Импорт, финансируемый нефтью, также помог остановить отечественное производство. По мере роста цен на нефть, Венесуэла, второй по значимости экспортер нефти в западном полушарии и крупнейший после Канады поставщик на рынке США, стала переходить все более активной и агрессивной внешней политике, носящей антиамериканский характер, тем самым ухудшая отношения с главным рынком сбыта своей нефти. «Здесь до сих пор пахнет серой. Президент Соединенных Штатов, а это он, дьявол, приходил говорить с нами, словно властелин мира. Необходим психиатр, чтобы проанализировать речь президента». После смерти Чавеса в 2013 году обязанности президента Венесуэлы стал исполнять Николас Мадуро, которого Чавес называл своим преемником. Именно он победил на внеочередных президентских выборах и стал возглавлять страны. Кризис усилился при правительстве Мадуро, став более серьезным в результате низких цен на нефть в начале 2015 года и в результате падения добычи нефти в Венесуэле из-за отсутствия обслуживания и инвестиций нефтяного сектора. При этом стоит заметить, что в Венесуэле распространена в основном тяжелая нефть. Это такой вид нефти, обладающий повышенной плотностью, которая вследствие своих физических свойств не может быть извлечена на поверхность легко и требует дополнительной очистки и повышенных затрат на разработку, а следовательно требует большей инвестиции. За 10 лет с 2009 по 2019 года добыча нефти сократилась более чем в 3 раза. В 2014 году изменение в ВВП страны начинает иметь отрицательные значения, достигая рекордных минус 30% в 2020 году. Кризис затронул жизнь среднего венесуэльца на всех уровнях. Голод усилился до такой степени, что почти три четверти населения потеряли в среднем более 8 кг веса, а около половины не имели достаточного дохода для удовлетворения своих основных потребностей в продовольствии. По оценкам отчета ООН в марте 2019 года 94% венесуэльцев живут в бедности. Боливар, валюта страны, потеряла 99% своей стоимости, и инфляция вышла из-под контроля. В 2018 году, по данным Международного валютного фонда, инфляция составила 1 миллион 370 тысяч процентов, а там, где бедность, всегда появляется криминал. В 2018 году Венесуэла лидировала в мире по уровню убийств с 81,4 на 100 тысяч человек. Разгул преступности в Венесуэле произошел из-за коррупции в службах охраны правопорядка, недостатка финансирования полиции и слабого контроля за оборотом огнестрельного оружия, из-за чего оно распространилось среди населения. Кроме того, Венесуэла – это основная транзитная страна для переправки кокаина из Колумбии. Это привело к тому, что на территории страны не только начали орудовать колумбийские криминальные группировки, но и подняла голову местная организованная преступность. В довесок к экономическим проблемам обостравится и политический. Оппозиция Венесуэлы в 2019 году заявила, что переизбрание Амадуро является незаконным, и их лидер Куан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Фактически, в стране происходит двоевластие. Лидер оппозиции поддерживается США, и Америка вводит новые санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, что впоследствии снизило экспорт нефти из США из Венесуэлы с 750 тысяч баррелей в день до 150 тысяч. Таким образом, коренные причины экономических проблем в Венесуэле это нефтяная игла, тяжелая нефть, требующая высокотехнологичной переработки, отсутствие развитой промышленности и геоэкономической изоляции. Ближайший рынок сбыта США, с которым у Венесуэлы далеко не теплые отношения. Можно сказать, что основные проблемы заключаются в системных ошибках, совершенных Каракасом за последние годы, во внутренней политике и экономике. Вкладывать в социальные программы – это хорошо, но не вкладывать в развитие своего производства – это фатальная ошибка. Социальная политика Венесуэлы занимается подтягиванием обнищавшего населения вместо становления национального хозяйства. Безусловно, играет свою роль и внешняя политика. При позиции неповиновения нужно быть готовым оказаться в изоляции, а для этого нужен развитый внутренний рынок. За примерами далеко ходить не нужно. Иран, находящийся рекордное количество времени под санкциями США. В 2022 году США впервые за два года разрешили поставлять венесуэльскую нефть в Европу, чтобы заместить импорт сырья из России. США добиваются увеличения поставок нефти на мировой рынок, чтобы цены снизились. Совсем недавно, в ноябре 2023 года, США сняло часть санкций с Венесуэлы для увеличения количества нефти на рынке и стабилизации мировых цен. Однако, все экономические проблемы Венесуэлы не решатся единовременно из-за снятия со страны санкций. Как показывает история страны, для экономической и политической стабильности необходимо вкладывать средства во внутреннее развитие страны, не надеясь только на нефтяной экспорт. Сможет ли Венесуэла решить эти проблемы и выйти из кризиса? Узнаем в будущем.